Разберем 5 способов вычисления определителя. Первый способ называется правилом треугольников. Или еще по-другому его называют метод Сарриуса. Нужно вначале найти произведение элементов по главной диагонали. В результате получаем 5 умножить на минус 2 минус 10, умножаем на 3, получаем минус 30. Далее нужно умножить элементы, которые находятся в вершинах треугольника, одна из сторон которых параллельна главной диагонали. Таких треугольников 2. Вот это будет у нас первый треугольник. Действительно, у него одна из сторон параллельна главной диагонали. Умножаем 4 на 1, еще раз на 1, получаем 4. Пишем плюс 4. Также у нас есть еще один треугольник. У него также одна из сторон параллельна главной диагонали. Умножаем минус 5 на 2, будет минус 10. Минус 10 умножаем на 1, получаем минус 10. Теперь находим произведение элементов по побочной диагонали. И записываем это произведение с противоположным знаком. 2 умножить на 3 будет 6 6 умножаем на единицу будет 6 то есть число 6 мы должны записать с противоположным знаком а значит это будет минус 6 точно так же как и в первом случае находим произведение элементов в вершинах треугольников одна из сторон которых параллельно побочной диагонали вот это у нас будет один треугольник и вот такой будет второй треугольник находим произведения и также берем это произведение с противоположным знаком получаем минус 5 и перемножаем еще одну тройку чисел минус 5 на минус 2 будет 10 с плюсом на 4 будет 40 и берем это произведение также с противоположным знаком получаем минус 40 находим алгебраическую сумму и в результате получаем минус 87 второй способ я бы его назвал модифицированный метод сариуса так как второй способ чем-то похож на первый для вычисления определителя нам нужно дописать к этому определителю либо две строки либо два столбца вот например начнем со столбцов вот у нас есть первый столбец вот у нас есть второй столбец вот у нас есть третий столбец и мы снова начинаем дописывать те же самые столбцы то есть вначале допишем первый затем допишем второй а третий дописывать мы не будем и так справа от определителя припишем в начале первый столбец минус 2 1 2 и припишем второй столбец 1 3 4 и теперь снова начинаем перемножать находим в начале произведения элементов по главной диагонали а также находим произведение элементов которые находятся на прямых параллельных этой главной диагонали получаем соответственно минус 30 минус 10 и 4 со знаком плюс теперь вычисляем произведение элементов которые находятся на побочной диагонали и на прямых параллельных этой побочной диагонали и не забываем записать каждое из получившихся чисел с противоположным знаком то есть 2 умножаем на 3 умножаем на единицу получаем 6 и берем это число с противоположным знаком будет минус 6 минус 2 на минус 5 будет 10 10 умножаем на 4 будет 40 и берем это произведение с противоположным знаком то есть будет минус 45 умножаем дважды на единицу получаем 5 и берем это число с противоположным знаком то и будет в результате минус 5 вычисляем и окончательно получаем минус 87 мы получили бы тоже самое если бы дописали вместо двух столбцов две строки давайте тоже это посмотрим сначала допишем внизу первую строку это будет минус 2 и 2 единицы и вторую строку это будет 1, 3, минус 5. Теперь находим произведение элементов по главной диагонали, а также произведение элементов по прямым параллельным этой главной диагонали. В результате получаем минус 30, плюс 4 и минус 10. Теперь находим произведение элементов на побочной диагонали и на прямых параллельных побочной диагонали. И берем каждое из получившихся произведений со знаком минус. В результате получаем минус 6 минус 40 и минус 5 и в результате получаем все те же минус 87 третий способ решения это метод разложения определителя по строке или по столбцу вспомним что по одному из свойств величина определителя равна сумме произведений элементов какой-либо его строки или столбца на соответствующие этим элементам алгебраические дополнения ну вот например разложим наш определитель по первой строке тогда исходный определитель будет равен произведению первого элемента нашей выбранной строки на соответствующее ему алгебраическое дополнение напомню что для нахождения алгебраического дополнения какого-либо элемента например элемента который находится в первой строке и первом столбце нам нужно вычеркнуть строку и столбец на пересечении которых находится наш элемент в результате мы найдем соответствующий этому элементу минор. Ну а затем мы находим алгебраическое дополнение по формуле. a и житая будет равно минус единица в степени i плюс g умножить на соответствующий минор. m и житая. Где i это номер строки, а g это номер столбца нашего выбранного элемента. Вот например число минус 2 находится на пересечении первой строки и первого столбца. То есть мы вместо i подставляем единицу, вместо g также подставляем единицу. Получаем число 2, минус единицу возводим в четную степень, получаем единицу со знаком плюс. А это значит, что алгебраическое дополнение для элемента a1,1 будет совпадать с соответствующим минором m1,1. Если кому-то не нравится эта формула, то можно просто запомнить таблицу знаков для наших алгебраических дополнений. Начинаем всегда с плюса, а дальше знаки чередуются. Плюс, минус, плюс. Дальше был плюс, значит ниже будет минус. Снова плюс, минус. Был минус, значит следующий будет плюс. Плюс, минус, плюс. И теперь мы видим, что для элемента a1,1 алгебраическое дополнение и минор совпадают. А для элемента a1,2, то есть для элемента, который находится на пересечении первой строки и второго столбца, алгебраическое дополнение отличается от соответствующего ему минора знаком минус. Ну и так далее. Итак, возвращаемся к нашему определителю. И продолжаем вычисление. Мы решили разложить наш определитель по первой строке. Берем минус 2, находим соответствующий минор и берем этот минор со знаком плюс. Получаем произведение числа минус 2 на определитель второго порядка. 3, минус 5, 4, 5. Берем следующий элемент первой строки. Это единица. Для алгебраического дополнения, соответствующего этому элементу, у нас в таблице знаков будет минус. А значит, минор, соответствующий второму элементу первой строки, мы возьмем со знаком минус. Давайте сразу минус запишем вот с этой единицей. То есть, получаем минус 1 умножить на, теперь уже минор. 1, 2, минус 5, 5. И у нас остался третий элемент первой строки. Вычеркиваем первую строку, третий столбец. Находим минор и берем, согласно таблице знаков для алгебраических дополнений, берем мы этот минор со знаком плюс. В результате получаем плюс. Единицу нам нужно умножить на определитель второго порядка. 1, 3, 2, 4. Вычисляем определитель второго порядка. Для этого нам нужно перемножить элементы по главной диагонали. Пишем минус 2 умножить на скобку. Произведение элементов по главной диагонали мы берем со знаком плюс, получаем 15. Затем мы берем произведение элементов по побочной диагонали и берем это произведение с противоположным знаком. Получаем 4 умножить на минус 5 будет минус 20. Приписываем еще один минус, получаем плюс 20. Вычисляем второй определитель. Минус 1 можно не писать, то есть просто пишем минус, а в скобках запишем величину определителя. По главной диагонали 5 умножить на 1 будет 5. По побочной диагонали произведение равно минус 10, берем это произведение со знаком минус, то есть будет плюс 10. Плюс 1 мы не пишем, а находим сразу определитель. 4х1 4 со знаком плюс, 3х2 6 со знаком минус. Минус 2 умножаем на 35, получаем минус 70. Минус 15 и минус 2. То есть в результате получаем минус 87. Четвертый способ решения это так называемый метод понижения порядка. То есть мы из определителя третьего порядка попробуем получить определитель второго порядка. И частично при этом будем использовать метод разложения. Наша цель в этом способе получить, используя свойства определителя, какую-либо строку или столбец, который бы содержал только один ненулевой элемент. Для удобства вначале добьемся, чтобы первый элемент первой строки был равен единице. Для этого поменяем первую и вторую строки местами. Это будет означать умножение определителя на минус единицу. Поэтому давайте так и запишем. То есть в результате мы получаем минус единицу, умноженную уже на новый определитель. Вторая строка станет первой. 1, 3, минус 5. А первая строка будет на втором месте. То есть минус 2 и 2 единицы. Третью строку перепишем. 2, 4, 5. Чтобы не возиться с этой минус единицей, давайте, например, умножим на минус единицу каждый элемент второй строки. В результате первую строку мы перепишем. 1, 3, минус 5. У элементов второй строки поменяются знаки на противоположные. Получаем 2, минус единица, минус единица. И третью строку мы перепишем. 2, 4, 5. И теперь попробуем получить под нашей единицей 2 нуля. Для того, чтобы получить нужные нам нули, мы умножим первую строку на минус 2 и сложим сначала с элементами второй строки, а затем сложим с элементами третьей строки. От этого, как мы помним, величина определителя не изменится. Итак, первую строку мы перепишем. 1, 3, минус 5. Теперь умножаем на минус 2 первый элемент первой строки и складываем с первым элементом второй строки. Получаем минус 2 плюс 2 будет 0. Минус 2 умножаем на 3 будет минус 6 и складываем с минус единицей. Получаем минус 7. Минус 2 умножаем на минус 5 будет 10 и складываем с минус единицей. Получаем 9. Аналогично получаем третью строку. Минус 2 плюс 2 будет 0. Минус 6 плюс 4 будет минус 2. И минус 2 на минус 5. 10 плюс 5 будет 15. Ну и теперь если мы разложим определитель по первому столбцу, то у нас останется только один определитель второго порядка. То есть мы единицу умножаем на соответствующее алгебрическое дополнение, которое для этой единицы совпадает с соответствующим минором. То есть определитель третьего порядка будет равен определителю второго порядка следующего вида. Минус 7, 9 в первой строке и минус 2, 15 во второй строке. Находим произведение по главной диагонали. Получаем минус 105. Находим произведение по побочной диагонали и приписываем знак минус. Получаем плюс 18. В результате получаем тот же самый ответ. Минус 87. Пятый способ решения основан на приведении. нашего определителя к треугольному виду. То есть к виду, когда все элементы ниже главной диагонали, или когда все элементы выше главной диагонали равны нулю. В этом случае определитель будет равен произведению элементов его главной диагонали. Итак, используя свойства определителей, приведем наш определитель к треугольному виду. Например, попробуем получить нули под главной диагональю. Для этого удобно, как и в прошлый раз, поменять первую и вторую строки друг на друга. Но чтобы не записывать эту минус единицу, давайте после первой перестановки поменяем также вторую и третью строку местами. Тогда минус на минус даст плюс. И в результате мы получим следующий определитель. Тогда вторая строка станет первой. 1, 3, минус 5. Первая строка при этом станет второй. И мы сразу поменяем ее с третьей строкой. Значит первая строка сразу окажется на третьем месте. Получаем минус 2 и 2 единицы. А третья строка окажется на втором месте. 2, 4, 5. Теперь попробуем получить нули под главной диагональю в первом столбце. Для этого умножим первую строку на минус 2 и сложим ее соответствующими элементами второй строки. В результате первую строку мы переписываем. А во второй строке мы получаем минус 2 плюс 2 будет 0. Минус 2 умножаем на 3 будет минус 6 до плюс 4 будет минус 2. Минус 2 умножаем на минус 5 будет 10 до плюс 5 будет 15. Теперь для того, чтобы получить 0 на первом месте в третьей строке, умножим первую строку на 2 и сложим соответствующими элементами третьей строки. Получаем 2 умножить на 1 будет 2 до минус 2 будет 0. 2 умножаем на 3 будет 6 до плюс 1 будет 7. 2 умножаем на минус 5 будет минус 10 до плюс 1 будет минус 9. Но нам нужно, чтобы все элементы под главной диагонали были равны 0. А значит обнулить нам придется еще и вот эту 7. Для того, чтобы ее обнулить умножим вторую строку на 7 вторых и сложим с соответствующими элементами третьей строки. Тогда 7 вторых умножить на 0 до плюс 0 будет 0. Первую и вторую строки мы перепишем. Продолжаем. 7 вторых умножаем на минус 2 получаем минус 7 и складываем с числом 7 получаем 0. Также умножаем 7 вторых на 15 получаем 105 вторых и вычитаем 9 получаем 87 вторых. И в результате нам удалось привести определитель к треугольному виду. Действительно все элементы под главной диагональю равны 0. А значит величина этого определителя равна произведению его элементов по главной диагонали. Получаем 1 умножить на минус 2 и умножить на 87 вторых. На 2 мы можем сократить, получаем минус 87. Задача решена. Кому решения были понятны ставьте лайк. И обязательно напишите в комментариях какой способ по вашему оказался самым простым.